Группу распространителей синтетики задержали в Астане. Это рубрика 112. Здравствуйте! Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали группу людей, занимавшихся распространением наркотиков в столице. Установлено, что двое участников группы 27 и 25 лет были основными организаторами, отвечающими за поставку, финансирование и хранение наркотиков. Остальные участники занимались распространением синтетики в городе. В квартире у одного из организаторов нашли 330 свертков наркотиков, электронные весы, магниты и пакеты для фасовки. Всего изъяли около 1 килограмма мефедрона, экстази и скорость. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку наркотиков с целью сбыта. Подозреваемые заключены под стражу. Карагандинские полицейские задержали четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов. Нападение произошло в конце мая 2020 года. Преступление было тщательно спланировано. Преступники заранее изучили маршрут и инсценировали ДТП. Они остановили инкассаторскую машину, забрали 70 миллионов тенге и оружие, а затем скрылись. Полиция быстро задержала троих из них и изъяла 30 миллионов тенге, но четвертый сбежал. На суде все подозреваемые пытались свалить вину друг на друга. Суд приговорил троих к срокам от 10 до 11 лет и 3 месяцев. Поиски четвертого продолжались. В итоге полицейские задержали его в Алматинской области. Теперь он тоже понесет наказание. Задержаны преступные группировки, действовавшие на объектах АО «Кармет». В Темиртау в этом году провели три операции «Безопасный город», благодаря которым раскрыто 23 преступления, задержано 9 разыскиваемых и выявлено более 3000 административных нарушений. В результате кражи на предприятиях сократились почти на 46%. МВД пресекло деятельность нескольких организованных преступных групп, крадущих на объектах металлургической компании «Кармет» и совершавших другие преступления. В марте ликвидировано ОПГ из 40 человек, крадущих металлопродукцию «Кармет». В августе задержаны лидер и 27 членов другой ОПГ, влиявшие на регион и компанию. По результатам расследования многомиллионных краш и других преступлений в Карагандинской области, дела будут переданы в суд. В декабре ликвидировано ОПГ, вымогавшее деньги у шахтеров «Кармет». В апреле МВД и другие ведомства задержали членов группы, похитивших более полутора миллиардов тенге, организовав схему через свои компании. Задержания и обыски прошли в Караганде, Тимиртау и Алматы. Работа по предотвращению краш на крупных предприятиях под особым контролем, сообщил председатель МВД Куандек Алпас. В Астане мужчина измывался над девушкой и избил ее брата. Уголовный суд Астаны приговорил Яросела Жалгасова к шести месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью брату своей девушки. В сентябре 2023 года Жалгасов избил свою девушку, которая попала в больницу с серьезными травмами. После этого ее брат, узнав о случившемся, вызвал Жалгасова навстречу. В результате драки Жалгасов ударил брата девушки, который получил черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости. Суд квалифицировал действия Жалгасова по статье 114 Уголовного кодекса Республики Казахстан причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил ему шесть месяцев ограничения свободы. А также обязал выплатить пострадавшему 2 миллиона тенге компенсации. Казахстанец 27 лет скрывался в Бельгии под другим именем. Выяснилось, что 63-летний казахстанец вместе с соучастниками в июне 1997 года похитили и убили человека в Новосибирске. За освобождение похищенного преступники требовали у родственников 100 тысяч долларов. Всех соучастников задержали и приговорили к разным срокам. Последнего полицейские Алматы нашли под вымышленными данными в Бельгии. Его задержали и этапировали в Казахстан.